Сергей Массальский Запах моря У меня есть выбор. Могу вернуться в семью. Могу забыть его, забыть чувства, эмоции. Могу перешагнуть через себя и сделать шаг ему навстречу. Он ждёт. Глава 1 Ты заслужила. Во сколько самолёт? Напомни, пожалуйста, спросил Игорь. Восемнадцать пятьдесят, ответила я. Не переживай, мы всё успеем. Ты собралась? Документы, паспорт, банковские карточки. Проверь ещё раз. Заботливо проговорил он. Да, я всё проверила. Всё со мной. Вика встретит меня в аэропорту. Сказала, ты только прилети. Да, она у тебя весёлая девчонка. Пойдём детям скажем пока и поедем, предложил он. Да, давай. А я прошла в комнату к детям. Обняла их, погладила. Мама улетает в небольшой отпуск. Вас завтра папа отвезёт к бабушке с дедушкой. Погостите у них. Прилечу и к вам приеду. Окей, мама, отдыхай. Мы справимся, не переживай, ответила старшая дочь Рита. Ей пятнадцать лет. Она взрослая и самостоятельная. А мама и папа для неё сейчас не самый большой авторитет. Накормить, одеть, дать денег. Такой возраст, понимаю. Сама была такой. Мамуля, привези мне чего-нибудь. Например, большую ракушку. Проговорила младшая. Хорошо, Лиза. Ответила я. Ей было двенадцать с половиной лет. Ещё чтила маму и папу. Девчонки, я маму отвезу и заеду на работу. Спать ложитесь без меня. Сказал муж Игорь. Окей, мы всё сделаем. Посуду помоем. Ответила Рита. «Какие вы у меня молодцы!» Ответила я, проследовав, к выходу. Мы сели в машину и поехали в аэропорт. Субботний день. Пробок нет. Добрались быстро. Муж высадил меня у входа в аэропорт. Поцеловал на прощание и сказал. «Это твой отпуск. Ты заслужила. Не думай ни о чём. Но мы справимся». «Хорошо. Игорь, спасибо. Я взяла свой чемодан на колёсиках и пошла на стойку регистрации, чтобы сдать багаж. Сдав его, пошла в ресторанчик выпить бокальчик вина на дорожку. Отметить свой долгожданный отпуск. Почему долгожданный? Да просто я трудилась над проектом целых 10 месяцев без отпуска и больничного. Когда мы его сдали, получила большую премию. Муж сразу предложил мне отдохнуть от всего и съездить на пару недель отдохнуть к Вике. Она живёт в Сочи. Прямо на берегу. У неё свои апартаменты. Живёт одна. Я выбрала для себя модель жизни для себя. Дочка поступила в ВУЗ, с мужем она развелась. Купила себе квартиру, работает удалённо. Просто сказка. Хорошо заиграла шампанское. Подумала я. Мне так легко. Пройдя контроль, отправилась на посадку. Место было у окна. А расположившись, достала бортовой журнал. Стала читать. Много скучных и неинтересных статей. Самолёт быстро наполнялся. По людям в салоне было легко понятно, что все летят отдыхать. Кто ехал в Абхазию, кто в Сочи, кто по побережью. Это я поняла из разговоров. Места рядом со мной были ещё пусты. И все места напротив тоже. И вот вошла компания парней. С виду молодые ребята, на удивление трезвые. Они расположились на четырёх местах. Парни, усаживаясь в кресло, посмотрели по очереди на меня. Видимо, решая, кто сядет рядом со мной. Я хорошо выгляжу для сорока лет. Про себя говорю. У меня всё на месте. Стройная, подтянутая. В зал хожу, за собой слежу. Парни пошептались. И в итоге рядом со мной сел парень. С виду лет тридцать с небольшим. Стройный, в белой футболке, шортах. Сразу заметила, что кольца на пальце нет. «Здравствуйте», — сказал он мне, садясь рядом. А я поздоровалась сухо в ответ и продолжила листать журнал. Всем видом показывая, что он мне неинтересен. Он тоже достал журнал. Стал листать. Вошёл ещё один пассажир. Взрослый мужчина, лет шестидесяти. Сел у прохода. Мой сосед сразу оставил идею общаться со своими друзьями. А решил почитать книгу. Он достал известную книгу «Алхимик» и начал читать. Я, конечно, тоже её читала. Но внимание обратила, на каком он месте читает. Это была примерно середина книги. «Читали?» Спросил он, практически не отрывая глаз от страниц. «Да, мне очень понравилось», — ответила я. «Великолепный рассказ. Перечитываю в четвёртый или пятый раз. Каждый раз нахожу для себя что-то новое», — добавил он. «Может, мне одного раза хватило», — ответила я. «По работе летите?» — спросил он. «С чего вы взяли?» — удивлённо спросила я. «По серьёзному настрою». «Не угадали, наоборот. Лечу в долгожданный отпуск». «Одна?» — немного напористо спросил он. «К друзьям. Они уже там». Мне стало уточнять, что лечу к подруге. «Зачем ему эта информация?» «А мы в отпуск на недельку. Вырвались мужской компанией», — добавил он. «Меня Костас зовут». «Костас?» — удивлённо спросила я. «Да, греческое имя такое. Я наполовину грек. Мама русская. Папа грек». «А меня Наташа», — улыбаясь, ответила я. «Меня очень заинтересовало такое необычное имя». «Очень приятно, Наташа». «Скажите, Костас, как вам жилось с таким именем в детстве?» Он заулыбался. «Для всех я был просто Костя. Когда стал постарше, то уже стал уточнять, что зовут именно Костас. В юношестве очень привлекало девушек, особенно когда я рассказывал, как провел лето в деревне у дедушки на Вилле. Он на Крите живёт. У него свои оливковые плантации». В ответ я заулыбалась. «Отличные каникулы. А почему сейчас не на Крит? В Сочи много греков живёт. Моя тётя, дядя, двоюродные сестра и братья. У нас там родовой дом. Туда и летим. Приходите в гости. Мы всегда рады гостям». Его предложение не выглядело наглым, а скорее открытым, искренним, дружеским. «Посмотрим», — ответила я. «Хотите вина?» — спросил Костас. «Вина?» — снова улыбаясь, ответила я. «Да, я взял в дорогу несколько маленьких бутылочек». «С удовольствием». Он достал маленькие бутылочки и стаканчики. Самолёт как раз вышел на эшелон, поэтому можно было не волноваться, что стаканчики упадут. Друзья Костаса, заметив, как он наливает мне вино, стали переглядываться и подшучивать. «Смотрите, парни, пока мы тут болтаем, Грек себе подругу нашёл и уже вино с ней пьёт». «Завидуйте молча», — подумала я. Он заметил моё волнение и прошептал. «Не обращайте на них внимания. Вечно завидуют». «Пусть завидуют», — ответила я. «Предлагаю за знакомство». Я поддержала тост, и мы начали спокойно и мило беседовать о Крите, его красивых горных особенностях, о Санторине, о рассветах и закатах там. Мне очень хотелось там переночевать, но я была только на дневной экскурсии. Потом мы поговорили о работе. Он, как и мне подумалось, занимался поставками оливкового масла из региона его родни. Дорогое, элитное масло. Потом поговорили о Сочи, куда можно сходить, где отдохнуть. Меня очень заинтересовало, сколько ему лет, так как с виду он был взрослый, а вот компания его друзей значительно моложе. Я решила зайти издалека, спросила про годы учебы и все поняла. Ему 32. Он смугловатый, с черными волосами и карими глазами. Если бы не его имя, я могла подумать, что он с юга России. Он начитанный, с хорошим кругозором. После третьего стаканчика вина меня расслабило. Я решила отдохнуть. — Я, наверное, посплю, если вы не против, — проговорила я. — Конечно, отдыхайте. Меня можно на «ты», — прошептал, наклоняясь в мою сторону, сказал Костас. И когда он приблизился ко мне, я почувствовала его запах. Он был такой необычный и манящий, словно это был хорошо знакомый, но давно забытый аромат. Это был не аромат его туалетной воды, а именно его запах. Он мне так сильно запал, что я засыпала в нем. Мне он был очень приятен. Я уснула и проспала пару часов. Когда я открыла глаза, самолет уже шел на посадку. И мой сосед сладко спал рядом. Я приблизилась к нему поближе и аккуратно втянула воздух около него. Это выглядело, наверное, очень смешно, если бы кто-то заметил, но этого никто не увидел. Я сделала еще пару глубоких вдохов и отклонилась в свою сторону. Пилот начал говорить, что через 12 минут мы совершим посадку. Самолет начал просыпаться. Костас спал до самого приземления. Когда самолет подруливал к рукаву, он попросил мой телефон. Я долго думала, как соскочить, но все-таки согласилась и дала. — Спасибо, Наташа. Как только мы обживемся, я вам позвоню. Вы надолго в Сочи? — На две недели. А вы? Прости, ты. Меня можно тоже на ты? — Я на 10 дней. Позвоню тогда тебе через пару дней. Можете с друзьями приехать к нам на виллу. Так я называю дом, не пугайся. Человек 6-8 размещу. Вас много? — Нас всего двое. — Заулыбалась я. Подружка и я. Она живет в Сочи в апартаментах на берегу. Еду к ней в гости. Он ярко заулыбался в ответ. — Прекрасно. Ждем вас в гости. — Хорошо. Обсудим. На этих словах он встал и вместе с друзьями проследовал к выходу. Мое сердце застучало от волнения. Еще утром я была дома с детьми. А сейчас принимаю приглашение от малознакомого молодого пижона. Что со мной? Наверное, это все его запах. Он притягивает меня. Выбрось это из головы. Ты приехала отдыхать на море. А внутри меня стала раскачивать. Наверное, это все вино. Оно так на меня подействовало, что разбудило во мне инстинкты. Домой. К Вике. Я взяла свою сумку и проследовала к выходу. Забрав чемодан с лентой, я вышла в дверь и увидела свою Викусю. Она радостно бросилась мне на шею и заплакала. — Натусик, ты прилетела. Так тебя ждала. Радостно, как девчонка, заговорила она. — Пошли скорее, моя машина рядом. Мы сели в автомобиль. Пока ехали, я рассказала ей историю, которая произошла в самолете. — И вы реально нюхала? — улыбаясь, воскликнула Вика. — Ищейка ты, что ли? — Не знаю, но почему-то очень захотелось. — оправдываясь, сказала я. — Да, мать, что-то тут нечисто. Надо посмотреть на твоего Грека. Может, он и прям так хорош, как говоришь. Поедем вместе. Но нас еще не позвали. А делая вид, что мне неинтересно, говорила я. — Малиновская, кого ты пытаешься обмануть? Я тебя 30 лет знаю. Этот парень тебе запал. Это я точно вижу. Ты с таким энтузиазмом рассказываешь. Видела бы ты себя. — Ну, может. Тебе виднее. — С Игорем как? — Да все так же, как обычно. — Бытовуха. — Почти 20 лет вместе. — Монотонно ответила я. — Ничего нового. — Приехали. Пошли, отдохнем с дороги. Вина попьем. Я поздний легкий ужин приготовила. А я взяла телефон и поняла, что не написала Игорю, что долетела. Там было уже несколько сообщений от него и от старшей. Всем написала, что все хорошо. И забрав чемодан, пошла с Викой домой. Мы поужинали, поболтали, выпили бутылку шампанского и отправились спать. А на ночь я решила проверить телефон. И там была СМСка от незнакомого номера. «Спасибо за компанию и спокойной ночи». Костас П. А внутри все снова заиграло. Опять вспомнился его запах. «Что это за новая история в моей жизни? Что за запах у него такой? Может, порошок стиральный?» Пытаясь себя успокоить, думала я. С этой мыслью я повернулась на бок и, не отвечая на СМС, просто уснула сладким и добрым сном.